Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас интересный телефончик на обзоре компании Cubot. King Kong Ace 2. Вторая версия у нас первая тоже была на обзоре. Телефон тоненький на каждый день. Полностью удара влагозащищенный, пыли водонепроницаемый. У него есть второй дисплейчик на борту. Камеры 48 мегапикселей, 16 мегапикселей. Также у него оперативной памяти 16 гигабайт. 6 встроенные, 10 расширяемые, 128 гигабайт внутренней памяти. Разблокировка по лицу, сенсор отпечатка пальца, NFS также завезли. Батарея 5100, он небольшой, он легенький, но полностью защищен. Что мы сейчас сделаем? Я вам сейчас покажу комплектацию, как он поставляется. Пробежимся по программному обеспечению, посмотрим, что у него внутри. Сделаем несколько фотографий, видео поснимаем. И сделаем выводы. Все ссылочки, как обычно, оставлю под видео, в разокрепленном комментарии и в описании. Переходите, смотрите, приобретайте. Телефон недорогой, сейчас идут распродажи, цена на него очень интересная. Кто хотел современный, недорогой, небольшой, главное, на каждый день телефон, он перед вами. КИБОД КИНГ КОНГ ЭЙС 2. Комплектация, друзья мои, поставляется в такой интересной коробочке. Снимем клееночку. Идет в двух расцветках. Сейчас посмотрим, какой у нас КИНГ КОНГ ЭЙС 2. Первая у нас модель тоже была на обзорчике. Здесь у нас по минимуму, что 6 ГБ оперативы, расширяться до 16 и 128 встроено. Больше нет, есть у нас еще характеристики. 6,65 дюймов, Full HD дисплей, 48 мегапикселей, задняя камера, 16 фронтальная. Процессор G85, 5100 мА батарея, Android 14. Между прочим, телефон на каждый день, он небольшой, не кирпич. Открываем. Посмотрим, что внутри. Внутри навстречает сам телефончик, к которому мы чуть-чуть попозже вернемся. Quick Start, быстрая инструкция. На многих языках также у нас идет защитное стекло. Хотя телефон полностью влагоударопрочный, защищенный. Но, чтобы не поцарапалось, пусть будет. Скрепочка для открывания лотка, сим-карт. USB Type-C и USB. Посмотрим, сколько ватт зарядочка. 18 ватт. Ну, в принципе, батарея 5100 зарядит быстро. Ваш телефончик. Сам телефончик. Что мы видим здесь? Основные характеристики продублированы на клееночке. Он тоненький. На каждый день легенький, маленький телефончик. Полностью влагозащищен. Кому нужен на каждый день телефон? Вот это для вас. Что мы здесь имеем? Видим, что есть задний экранчик. Так, позже покажу, как он работает. Камера 48 мегапикселей. Также макрокамера. Камера для БК. Три камеры на борту. Фонарик. Карбоновая. Даже не карбоновая. Она такая немножко, смотрите, переливается. Вставочка с логотипом. Динамик. Оранжевые вставочки. Снизу у нас под заглушкой порт USB Type-C для передачи данных зарядки. Микрофончик. Присутствует. Петелька для темляка имеется. С правой стороны у нас качельки громкости. Клавиша включения-выключения. Она же является сенсором отпечатка пальца алюминиевой этаже вставки. С левой стороны многофункциональная клавиша, на которую можно назначить до трёх приложений. Лоток для сим-карт. Сейчас мы посмотрим. Или две сим-карты. Или карта памяти. И сим-карта одна. Замечательно. Закрываем. Если будете купать, не забываем закрывать заглушку. Сверху у нас ничего нету. Камера фронтальная. И датчики. Посмотрим, есть ли датчик-индикатор событий. Снимаем клеёночку. Аккуратненько. Первое включение. Логотип компании Cubot. Сейчас я его настрою и продолжим. Давайте по интерфейсу пробежимся, посмотрим, что есть. По умолчанию видим, что меню нету на рабочем столе и трёх. Кнопочная система навигации. Зайдём в главный экран. Лаунч. И сделаем ящик с инструментами. И что у нас сейчас происходит? Ну, так мне удобнее. Кому как. Сразу же пройдёмся по шторочке. Двухдиапазонный Wi-Fi. Фонарик завезли. Блютул пятой версии. Геолокация. GPS. Байдо. Галилео. Глонас. На борту присутствует. Ночная съёмка под водой может снимать. Соответственно, запись с экрана есть. И NFS для оплаты и разных ваших нужд. По настройкам. Если мы зайдём в настройки, что мы видим? То у нас голый Android установлен. Кто не любит копаться в телефонах, это для вас. В принципе, всё простенько. Давайте по некоторым пройдёмся. Сразу же две сим-карты здесь у нас. Что связано с интернетом. Подключено устройство. Здесь ваши часы умные. Гарнитура и всякое. Показано, что подключено. Приложение по умолчанию. Здесь установлено 36 приложений. Можно клонировать приложение. Если там два WhatsApp вам надо поставить, пожалуйста. Здесь можно это сделать. Уведомление. Уведомление приложений. Полностью настраиваемая система уведомлений. Пожалуйста. Боковая клавиша. От которого я говорил. Боковая клавиша. Она здесь настраивается. Долгое, короткое нажатие и двойное нажатие. Можете разные приложения сюда назначить. Умный ассистент. Есть. Некоторые пункты меню видим не переведены. Но ничего сложного. И так разберётесь. СОС. Дышащий свет. Да. У нас индикатор событий присутствует. Кому надо. Здесь можно непрочинное удаление. Низка. Задержка. Зарядку будет показывать. Запись экрана. У нас скриншоты. Панель навигации. Можно у нас сделать. Или которую нужно скрыть. Или показать трёхкнопочную вот эту систему навигации. Или сделать свайпами. И скриншот тремя пальцами. Некоторые кастомизации есть. Батарея 5100. В принципе, с энергоэффективным процессором, который здесь на борту. Вам хватит дня на два. Дальше. По хранилищу. 128 гигабайт. Кто-то скажет мало. Но, пожалуйста, расширяйте картой памяти. Все приложения, которые сколько места занимают. Вышел из настроек. Извиняемся. Расширение памяти. По умолчанию 6 гигабайт оперативы. Если вам надо расширить, то можно до 10 гигабайт чекбук сделать, перезагрузиться и расширить оперативной памяти. Но если многозадачность, у вас много приложений, используйте сразу же. Полезная штука. Звук, вибрация, музыка, игры. Громкость разговора. В принципе, звука вам хватит. Звук достаточно. Учитывая, что динамик снизу, очень-очень громкий звук. Вы можете полностью тут все звуки поднастроить под себя, как кому как надо. Экран, яркости экрана вам хватит. Мировижн есть. Адаптивная яркость, видим, завезена. Заблокируем время отключения экрана. Давайте мы еще, знаете, что и сделаем. Оп. Чекбокс вот это включим, когда мы смотрим на экран, чтобы экран не отключался. Масштабировать текст можно, пожалуйста, если у кого проблемы со зрением. Также шрифты, буквы можете увеличить и иконочки. Автопород экрана. Также здесь у нас до 90 Гц можно. Частоту обновления кадра. В играх полезно. Или в каких-то активных приложениях, пожалуйста, это для вас. Я обычно ставлю авто и пускай так будет. Заставка отключена. Активация в вертикальном положении тоже функция не полезная. Я бы сказал, опасная даже. Постоянный экран включается. Дисплей. Дисплей 10 секунд. 30. Отключение дисплея в режиме экономии. Можете включить, через сколько дисплей будет отключаться. И Pocket Mode. Pocket Mode. Можете Smart Dell Touch Disable. Включить данные функции. Дальше смотрим обои. Полностью можете. Тем, вы там живые обои какие-то есть. Живые обои, между прочим, по умолчанию отсутствуют. Фото стилей. Показать тут свои обои. Поставить полностью систему. Специальные возможности нас не интересуют. Ничего интересного нет. Защита кондициональная. С местоположения. Четырехсистемная. Позиционная система навигации. GPS, Ланас, Байдо, Галилео. Здесь завезено. А GPS тоже присутствует. Если покрытие связи есть, то поймаю 20 секунд. Безопасность экстренных случаев. Случаи паранойи. Если у вас какие-то дела. Пароли аккаунта. Опять сервисы Google. Тут есть цифровое благополучие. Обычно вот такие телефоны покупают детям. Они неубиваемы. Здесь можете полностью контролировать, чем занимается вас ребенок. Ограничивать, запрещать. И чтобы вообще час он посидел и через час у вас телефон выключился. И все. Сервисы Google вы видим завезены. Замечательно. Dual Speed. Ускорение системы. Расписание, включение, выключение. Опять же, если ночью вы не используете, пожалуйста, телефон можно выключить. И он утром сам включится. Задний дисплей. Штука интересная. Тоже сейчас я вам про него покажу. Циферплаты можно поставить разные. Если вам нужно, пожалуйста. Время ожидания. 15 секунд уровень подсветки. Яркость можно. Давайте поярче сделаем. Пусть будет. Подключение главного экрана. Вместе с главным экраном. Некоторые функции не переведены. Смотрите, сколько тут. Даже можно настроить, какие фотографии он будет снимать. Каким разрешением. Уведомление, заряд батареи. Ну, тут в принципе все подсказки есть. Показано. Если кому-то не разберется, то, пожалуйста. Для вас все подсказки есть. Система. Язык, клавиатура, жесты. Обновление системы. Видим, что у нас Android 14 сейчас поставлен. И о телефоне. Основная там омайлы, шмейлы и все. Что касается внутри программного обеспечения. Что у нас здесь заведено? Камера есть. Дальше. Контакты, настройки. Найти устройство есть. Ну, тоже по меню шагомера завезли. И сервисы Google. Давайте зайдем в камеру. Посмотрим по камере. Что у нас есть. HDR режим есть. Замечательный. Если мы зайдем в картинку, в настройки. Заходим. Звук. Размер фото. Face. Распознание по лицу. Автозапуск. Вернем. Storage page. Можно вертикально смотреть, а для storage снимать. Водяной знак включим. Дальше. По видео. Что у нас может в видеорежиме. Так, заходи. Давай. Настройки. По качеству видео. Что у нас здесь есть. В 1080 телефончик может снимать. Face ID есть. Микрофон. Стабилизация не видим. И фреймрейт. Автоматический или 30 кадров. Оставим 30. Автоматический. Night view есть. Night view это у нас не ночной режим. А если у вас, например, плохая освещенность, то у вас будет затвор открыт подольше. Так, про версии. Slow motion есть. GIF-анимация. QR-код. Timelapse. Face ID. Распознавание лица. По улыбке может вас снимать панорама. Портрет. Режим есть. Также. Картинка есть. Ultra HD. И макросъемочка. Даже завезли. Смотрите. Что касается камеры. По заднему экранчику. Давайте. Активируется двумя ударами. Что у нас тут есть. Так. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем. Настройки. Секунду. Задний дисплей. Уровень подсветки. Если 5 сделаем. Вот так, наверное. Между прочим, тут как-то нелогично сделано. 8 это самая маленькая подсветка. Хотя она должна самая большая быть. А если будем уменьшать количество цифер, то здесь будет ярче. Парадокс. Что она умеет. Смотрите. Два раза тапаем. Появляется время. Можете посмотреть. Если вы свайп сделаете заряд батареи. Свайп. Здесь будут все сообщения, которые в настройках данного приложения. Там почта еще куда-то будут приходить. Свайп. Есть компас. По лесу полезно гулять. А такие телефоны берут обычно для экстремальных ситуаций. Есть камера. Пожалуйста, можете снять обеими камерами. Музыкой можете управлять. И опять часы. Два раза если тапнем, то можно дисплейчики поменять. Там разное. Кому как удобно. Ладно, давайте оставим. Вот этот, например. Вот так. Что касается заднего дисплея. Вот такая начиночка у данного телефона. Просто все со вкусом сделано. Ничего лишнего. Что надо, сами себе поставите. Что я сейчас сделаю? Пофотографирую на него. Вставлю фото-видео. И сделаем выводы. Смотрим примеры фото и видео. Тест видео на данную камеру. Роман Дмитриевич. У меня рука подрегивает. Тогда стабилизации не хватает. Хотя может программная есть. Одной рукой снимаю. Вот так снимает видео на данный телефон. Примеры видео. Фронтальная камера умеет снимать 720 пикселей. В принципе, вот так она снимает. Звук сами смотрите. И дальше. Вот так. вот такой сегодня у нас был телефончик на обзоре qbot king kong ace 2 моделька получилось по как по мне удачная цена невысокая функционал поражает все что есть на борту видео фото видели сами делайте выводы большой экран хороший яркий приятный глазу не устает яркости хватает два дисплей чека все есть и главное что ударов влага пыли защищенные не разобьете ничто не сделаете и он небольшой не тяжелый тоненький вот это плюс все ссылки оставлю в описании переходите смотрите приобретайте кто хотел себе недорогой качественно защищенный телефон это для вас у нас все увидимся и и и и